МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр, сегодня хотел бы поговорить с вами о БСЖ-повестке, повестке устойчивого развития, очень большое внимание ей уделяется сегодня и в России, во всем мире. Недавно в Москве прошел конгресс, посвященный устойчивому развитию. Как вы считаете, какие тренды и СЖ сегодня наиболее популярны в мире? На что ориентироваться компаниям и бизнесу, которые собираются выстраивать собственную повестку устойчивого развития, собственную стратегию? Если говорить о трендах, то, прежде всего, я вижу изменения законодательства. Мы видим, что активно меняется курс стран по введению новых налогов для продуктов и услуг, которые не имеют чистой технологии и с грязным карбоновым следом. Мы видим такую политику со стороны не только европейского сообщества, но также и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, конечно, для того, чтобы компаниям в дальнейшем иметь возможность вести бизнес и оставаться экспортно-ориентированными, и участвовать в глобальных цепочках создания прибавочной стоимости, необходимо сегодня уже перестраиваться по этой повестке. Еще один тренд, который хотелось бы отметить, это финансирование. Мы сегодня видим рынок зеленых облигаций в районе 500 миллиардов долларов. Видим, что этот рынок, по оценкам специалистов, будет расти. Он уже сейчас растет очень активно, и до 2023-2024 года ожидается удвоение этого рынка до триллиона долларов. Естественно, что важными являются критерии отбора той или иной компании по ESG, то есть насколько она соответствует требованиям финансирования, зеленого финансирования. Здесь, с моей точки зрения, унификация требований по ESG между разными странами, она необходима. Но также и социальные вопросы, и вопросы управления корпорациями, они не менее важны. Здесь мы видим, что все больше и больше ставится задача по внедрению принципов равенства, этики в компаниях международных, и это тоже тренд, который мы наблюдаем по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Может ли компания, которая не имеет ESG-рейтинга, успешно представлять свой интерес на мировом рынке и привлекать финансирование? Сегодня существует много рейтингов, и как раз важно принять за основу какую-то одну систему. Я это сравниваю с системой бухгалтерского учета. То есть есть интернациональный IFRS, международная система бухгалтерского учета, которая признана во всем мире. Конечно, в идеале было бы хорошо иметь такую же систему по измерению ESG, когда мы могли бы говорить на одном языке вне зависимости от принадлежности к той или иной стране. Сегодня такие рейтинги, конечно, есть, то есть они признаны в мире. Это Dow Jones Sustainability Index Bloomberg ESG рейтинг. Они признаются, кроме того, компании крупные, таких как Eston Young, PricewaterhouseCoopers, они тоже разрабатывают определенные методологии измерения ESG. Эти рейтинги используются для предоставления зеленого финансирования. Но в будущем, с моей точки зрения, основной задачей было бы, конечно, введение более четкого порядка KPIs с возможностью унифицировать это в глобальном масштабе. Насколько следование ESG принципам сегодня ценится в России? И можно ли назвать какие-то отрасли российской экономики, в которых компании очень активны в плане устойчивого развития, а какие-то отстают? С моей точки зрения, этот тренд набирает все больше и больше значения. В повестке, я уже сказал, как крупных компаний, так и правительства Российской Федерации. Мы все видели, что на прошедшем Санкт-Петербургском экономическом форуме, центральном событии в экономической жизни России, эта тема была центральной. С точки зрения компании, мне кажется, добывающие компании уделяют уже значительное внимание этому вопросу. Прежде всего, это компании из нефтегазового сектора, химическая промышленность, энергетика. Я уверен, что и компании небольшого бизнеса, малый и средний бизнес, тоже будут подхватывать. И уже сегодня мы видим, что при принятии решения по созданию продукции, как раз экологические аспекты являются одним из основных. То есть это какая будет упаковка продукта, его энергоэффективность. Это не только экономический вопрос, это и вопрос экологии, поскольку мы видим, что особенно в B2C секторе часто вопрос позитивного или негативного экологического влияния того или иного продукта является важным при принятии решений покупателями. Вы объявили, что к 30-му году компания Siemens должна стать углеродно-нейтральной. Объясните, что это будет означать для ваших клиентов и поставщиков, и как, собственно, вы намерены добиться этого результата? Мы уже в 2015 году присоединились к целям Парижской конвенции и объявили, что до 2030 года мы хотим быть углеродно-нейтральными. И мы постоянно мониторим достижение этой цели. На сегодняшний день мы снизили на 54% выбросы СО2 по сравнению с 2015 годом. Кроме того, мы сказали, что до 2050 года мы хотим быть углеродно-нейтральными по всей цепочке поставок. То есть, включая наших поставщиков. Поэтому это важная цель компании. И мы готовы предлагать и, естественно, рынку те решения, которые мы опробируем у себя. То есть, прежде всего, цифровизация производства, использование возобновляемых источников энергии. Сегодня мы потребляем около 70% возобновляемых источников энергии по всему миру. У вас также есть планы по достижению гендерного паритета в руководстве компании. Также к 2030 году 30% позиций в топ-менеджменте должны занимать женщины. Как вы видите практическую реализацию этой цели? Ну, вы же не будете увольнять мужчин, чтобы нанять на их место женщин? У нас на любую позицию есть достаточно долгосрочное планирование. И здесь важно постепенное развитие сотрудника, представление сотрудникам возможности для развития в компании. Здесь, прежде всего, речь идет о женщинах, которых, наверное, в предыдущие годы было меньше на руководящих должностях. И мы видим, что с каждым годом процент повышается. Мы, кстати говоря, были первой компанией среди немецких крупных корпораций, где женщина вошла в правление компании, высший руководящий орган компании. Поэтому мы постоянно работаем над этим. Здесь не должно быть перегибов, гендерный фактор не должен быть решающим. Важны, конечно, перформансы сотрудников, но представление возможности развития женщины в компании для нас является приоритетом. На конгрессе СЖ в Москве вы говорили о том, что снизить экологическую нагрузку можно с помощью внедрения новых технологий. О каких именно технологиях идет речь? И насколько вообще российский и мировой бизнес готов к их внедрению? Насколько есть потребность в них? Из-за глобальных трендов, роста населения, роста потребления, единственная возможность сдержать и увеличить энергоэффективность – это применение новых технологий. Здесь, с моей точки зрения, прежде всего идет речь о цифровых технологиях. В качестве примера могу привести цифровой двойник. Когда продукт создается не в реальном мире, а в виртуальном, это позволяет до 50% сократить материал потребления. Естественно, это снижение энергонагрузки на предприятия, это уменьшение времени и срока выхода на рынок с этим продуктом. Кроме того, можно привести пример предиктивной сервисной диагностики, когда это позволяет не только увеличить качество сервисного обслуживания, но в то же время предотвратить какие-то катастрофы, аварии, за счет того, что применяется цифровая технология, аналитические средства, когда можно предиктивно предотвратить какую-то поломку, увидев аномалии работы той или иной системы или центральных узловых систем. Можно и дальше развиваться, и говорить про разные направления, которые, в конечном итоге, призваны увеличить экономическую эффективность работы предприятия. И, кроме того, снизить экологическую нагрузку. Бизнес в России, если не всегда следует принципам ESG, то, по крайней мере, уже осведомлен о них. Чего нельзя сказать о гражданах? Как вы считаете, является ли это проблемой? И как можно популяризировать принципы устойчивого развития, чтобы запрос на изменения шел в том числе и от общества? Согласно исследованиям Левада-центра, в 2019 году 66% наших граждан выступали как раз за раздельный сбор мусора, что, в общем, является достаточно новым культурным моментом, наверное, в поведении. Мы видим этот позитивный тренд. Сегодня мы уже видим, что при принятии тех или иных решений покупки товаров часто люди смотрят происхождение, откуда товар взялся, какая у него упаковка, насколько она экологична, люди отказываются от полиэтиленовых пакетов. Я вижу реальные изменения, особенно в молодом поколении. Это является важным аспектом при принятии того или иного решения. Александра, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам успеха в вашей работе, конечно же, процветания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok